Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот мы едем в поезде, по документам вагон отремонтирован, а лежит снег внутри вагона, да? Или, например, мы едем по дороге, дорога, вот она отремонтирована, посмотрите, да? Ну, она как-то странно отремонтирована, и через месяц там опять будут ямы. И мы решили, что нам нужно исправить этажуры большой системы. Мы взяли и пришли с рабочим проектом, с рабочим Е-сервисом на инкубацию. При помощи вот этого Е-сервиса мы можем всю пассажирскую службу контролировать на одном экране. Все поезда, которые каждый день отправляются и перевозят в миллионы людей, мы контролируем на одном экране. Каждый пассажир может выбрать то, что ему не понравилось, просто поставил галочку. Топ-менеджер Укрзалезнесси может посмотреть, какие поезда тянут его компанию вниз. Также мы сразу определяем депо, который плохо ремонтирует эти поезда. А здесь мы видим, какие операции в компании неправильно настроены, когда поменять во всей компании, просто по всей стране. Этот Е-сервис увидела новая современная команда Укрпочты. Они находятся на конкурентном рынке, они не монополисты. Да, и пригласила нас на рабочую встречу. Мы, чтобы с пустыми руками не идти, взяли и сделали для них такой прототип, бета-версию. У них 11600 отделений. Они просто физически, внутренним контролем никогда их не проверят и не смогут принять правильные решения. Вся Укрпочта на одном экране монитора. Вы выбираете отделение, выбираете, что вам там не понравилось. Например, долго идет посылка в ваше отделение. Топ-менеджер это увидит у себя и поменяет логистику. Или вам постоянно приходят, а нам постоянно в очереди. Они откроют новое отделение рядом, значит. Вот такой общий принцип. Мы еще сделали для УкрАвтодора такой сервис. И вот сейчас есть идея для УкрАэроруха. Сделать тоже сервис, который на одном экране показывает всю ситуацию. Как вы поняли уже, от серевой аудитории это мы с вами, то есть мы клиенты, вот эти большие брус-компании. Это топ-менеджмент. И вот между нами какие-то департаменты, еще кто-то. Они могут смотреть тоже, тоже, тоже со сервисом. Очень быстро смотреть за работой своих сотрудников. Какие наши конкурентные преимущества? Вот сервис уже работает, он работает с первого дня. Нам не надо его год внедрять или два года, как какую-то тяжелую ERP-систему. Он вот интуитивно понятен. Мы не должны вот очень долго тратить время, объяснять, что там надо с ним сделать. Человек заходит, пользуется им. Цена, она на два порядка ниже, чем у тяжелых больших ERP-систем. И это интересно. Цена это очень важно. Такое нам нужно дополнительное финансирование. Бывает так, что мы сталкиваемся не с компанией, которая работает на рынке, а с монополистом. Вот, например, укрзальзмиси. Она знает, что этот ERP-систем существует сейчас. Она им даже пользуется посленно. Например, мы определили самые плохие поезда, и она в город Мариуполь назначила дополнительный поезд. А на днях выделила 170 миллионов гривен на ремонт вагонов именно Мариупольского депо. Но для того, чтобы мы все начали пользоваться этим сервисом, для того, чтобы мы привыкли к нему как прозоро, нам нужно провести несколько маркетинговых компаний различных. Поэтому нам нужно финансирование не только от покупателей наших сервисов, но еще и от доноров и от грантодателей. Именно на эти сервисы, которые для монопольных компаний. Или для больших крупных госучреждений. Там, фенсионный фонд, налоговые, больницы. Вот наша команда. Это я слева, это Анатолий Чернемков, он за веб-разработку отвечает у нас. А Никита Блокий, это гаджеты, инженерные решения. У нас тоже в этом направлении есть. Большое спасибо. Вопросы? А сколько уже статистики собрали по Укрзалезнице? Сколько фидбэков дало? По Укрзалезнице у нас больше 120 жалоб. Каждое размещение, если ревиз в комментарии под пластом Большуна, мы редко этим пользуемся, но приводит к добавлению 50 жалоб. Если он бы сам об этом сервисе написал, я думаю, пару сотен сразу бы там появилось. То есть, по сути, основной источник финансирования, который вам нужен, это коммуникационная кампания и донесение о том, что этот ресурс, как говорится, существует. Это в основном принципе, что мы можем влиять на вот такие системы очень просто. А журналисты обращаются к вам с таким отчетом, интересные какие-то факты? Конечно, мы интересны к нам. Вот обращаются журналисты самых таких крупных каналов, самых рейтинговых передач. Замечательно. Еще вопросы? Был вопрос. Пожалуйста. Да. Вот скажите, пожалуйста, насколько я поняла, точность работы вашей системы, она полностью зависит от количества жалоб, которые подают рядовые пользователи? Абсолютно верно. Да. То есть, чтобы это было объективно, вам нужно очень широкое в рекламной кампании донести буквально до каждого пассажира, либо каждого пользователя, то, что есть такая система, и заставить его зайти и подать эти жалобы. То есть, как вы собираетесь? То есть, по сути, вы повышаете вес одной жалобы и одного недовольства. Делаете его значимым и видимым прямо только к менеджеру. Ну, на всякий случай мы собираем эту статистику, чтобы он по одной жалобе не ехал, чтобы он не терял времени. То есть, пусть он едет по двадцати жалоб. По тридцати там, по стажу. Ну, то есть, этот эффект меньше, чем если бы это была реальная политичная проблема? Ну, просто человек может быть не выспался, он в плохое настроение, он оставил жалобы, больше жалоб нету из этого места. Зачем туда ехать? Ну... Есть возможность ставить положительный отзыв? Конечно, да. Вот еще, спасибо. Спасибо за этот вопрос. Мы же можем еще и хвалить. То есть, это независимая внешняя система оценивания работы персонала. Мы можем кадровое решение принимать, то есть, человека повышать на должности, платить премию ему. Показывают новые вагонные образы, знаете? Трансформеры, да, всем рекомендую. Похвалить украинцы не любят. Нет, я вот езжу, да, я хвалю, например, проехал в Хюндай, там отлично было. Или бывает проводница хорошая, а вагон старый. Я хвалю проводнице. Мне надо было хвалить, но хорошая проводница старая. Тогда я никого не хвалю. Просто... Есть ли еще вопросы? Герша, конечно, проводник. Замечательно. Тогда мы продолжаем проект, который называется ЕКВИТОК, который тоже решает проблем, связанное с удовлетворением.